Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Выпускница детского дома Екатерина Анкудинова с 2009 года не может получить жилье. На протяжении нескольких лет очередь девушки двигается только в обратную сторону. Нуждаются ли умершие в шикарных поминках? Правильно ли изображать усопших на надгробных памятниках? Что думают по этому поводу карагандинцы и Духовное управление мусульман Казахстана? Открыто ответил на все вопросы. В карагандинском городском Акимате состоялась традиционная отчетная встреча Акима города Караганды. Недавно к нам в редакцию поступил звонок с просьбой о помощи от матери-одиночки Екатерины Анкудиновой, воспитанницы Майкудухского детского дома. Сразу после выпуска в 2009 году Екатерина встала в очередь на квартиру. Но когда подошло время получать жилье, непонятным образом порядковый номер девушки сдвинулся назад. Сейчас Екатерина Анкудинова одна воспитывает двоих детей. Асель Сазанбаева с подробностями. Весной, получается, с того года ходила, сказали 162-я. В этом году пошла, сказали 165-я. На вопрос, почему, они сказали, нашлись двое людей, которые стояли до меня. Вот так вот. Вот живу вот в этой вот квартире. Снимаю. Так как финансы не позволяют квартиру получше снять, приходится здесь. Ну, тут атмосфера такая, ну, явно не для детей. В квартире, где сейчас живет Екатерина Анкудинова, очень холодно. Приходится одеваться как можно теплее и запасаться обогревателями. Вместо окон натянута плотная клеенка. Вместо дверей висят занавески. Из-за постоянно работающего обогревателя приходят космические щита. В месяц около 20 тысяч уходят только на коммунальные услуги. На бесконечные письма в Акимат ответ приходил один. Вы стоите в очереди, как и все. Дети, как уверяет Екатерина, всегда сыты и одеты. Устроиться на работу не так уж и просто. Ведь малышей оставить не на кого. Да и квартиру получше семья Анкудиновых не может себе позволить. Я сначала три часа отапливаю зал, чтобы младшего искупать. Вот у меня два обогревателя сразу стоит, включено. Бывает, что у меня щечек выбивает из-за этого. Вот нагрею, потом младшего принесу, стулья поставлю и искупаю. Но это как-то более-менее. Там-то можно пойти ее быстро искупать, сюда прийти вытрать. Мы когда сюда заехали, получается, они сразу у меня заболели. Вы давно тут живете? Три месяца. Да, жили на живые, снимали за 20 тысяч квартиру. Через три года Екатерине исполнится 29 лет. И претендовать на помощь государству она больше не сможет. Обратившись с проблемой в городской Акимат, нам ответили, что этот случай не единичный. По Карагандинской области насчитывается 2817 детей-сирот, которым необходимо жилье. Но в данный момент на попечении государства нет свободных квартир. На данный момент Екатерина Анкудинова стоит в очереди 164-я, но помочь ей ничем не можем, потому что свободных квартир сейчас нет. Она может получить квартиру исключительно в порядке очереди, как и все. Так что остается только ждать. Также чиновники отметили, что очередь двигается медленно из-за недостатка свободного жилья. И навряд ли Екатерина успеет за три года получить квартиру. А семье Анкудиновых остается только ждать. А сердце Замбаева, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Духовное управление мусульман Казахстана утвердило критерии для мусульманских кладбищ. Согласно новым требованиям, на надгробных памятниках нельзя делать рисунки, изображения, а также возводить камень в виде бюста или памятника. Разрешено писать лишь имена и фамилии усопших, даты рождения и смерти, а также устанавливать знаки в виде полумесяца. Как отразятся эти новшества на предпринимательской активности ритуальных фирм и что думают по этому поводу горожане, выясняла Аймамрина. Мастерская Гарант ИКО работает на рынке ритуальных услуг Караганды уже не первый год. За это время предприятие успело заработать неплохую репутацию. По словам владельца компании, 70% клиентов заказывают надгробные памятники с изображениями усопших. Мусульмане не исключение. По памятникам, когда приходят мусульмане, люди заказывают, кто-то молодые заказывают с портретами, бабушки с дедушками, они заказывают уже по старым канонам, наверное, без портрета. Просто надписи, полумесяц надписи, арабский язык. Несколько дней назад Духовное управление мусульман Казахстана заявило о новых требованиях для мусульманских кладбищ. Согласно этим критериям, строить шикарные мазары над могилами нежелательно. Можно чистить, подправлять территорию могилы, но нельзя красить и реставрировать. Холм на могиле должен возвышаться высотой с верблюжьей гор. Не разрешается использовать привозную землю и другие материалы. Великие люди, которые у нас входят в культуру, наши нации, в культуру входят, как легендарные люди, можно так сказать, легендарным людям разрешается строить, это как наша историческая ценность, строить отдельные мазары. Это допускается, как, например, Хаджа Ахмед Ясауи. Также, согласно новым требованиям, на надгробных камнях запрещено писать слова из Курана или Аяты. Надписи подобного рода являются священными и допустить их написание на памятниках, которые могут со временем устареть или разрушиться, недопустимо. В Караганде появится новый завод по переработке автомашин. Его строительство начнется уже в марте. Предприятие будет построено на территории специальной экономической зоны Сарарка. Об этом стало известно на заседании Совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата региона. На встречу подписали два меморандума о реализации инвестиционных проектов. Их общая стоимость – около 9 миллиардов тенге. Оба проекта реализуются на территории специальной экономической зоны Сарарка. Первый проект – строительство завода по производству труб среднего размера. Второй – строительство завода по производству стали, алюминия и сплавов цветных металлов из отходов ломов, вышедших из эксплуатации транспортных средств. Регион имеет выгодное географическое расположение, развитую инфраструктуру, кадровый потенциал, достаточно развитую минерально-сырьевую базу. Это те предпосылки, которые являются интересными для наших инвесторов. К строительству завода по переработке автохлама компания надеется приступить в марте. Для этого им сначала нужно получить землю. Отходы, вышедших из эксплуатации автомашин в брикетированном виде, будут доставляться в нашу область. На территории СССРРК будет производиться утилизация этих отходов, из которых будут производить сталь, алюминий и разные цветные металлы. Теперь, что касается новых подходов, как вы знаете, глава государства поставил четкую задачу, это активизировать работу по привлечению инвестиций. И четкая задача была поставлена по разработке национальной стратегии. Мы сейчас совместно с Семьерным банком эту работу проводим, планируем в первом году ее запиши. Если посмотреть на структуру этой стратегии, то, конечно же, мы понимаем, что конкуренция между всеми странами, в том числе Центральная и всего мира, за инвестиции идет очень активно. Поэтому мы должны создать такие условия, которые бы отличались и были бы наши преимущества. Стоимость проекта по строительству завода составляет более трех миллиардов тенге. На предприятии будет создано 70 рабочих мест. Стоимость второго проекта – пять с половиной миллиардов тенге. В нем участвуют павлодарские предприниматели совместно с китайскими партнерами. Запустить новый завод по производству труб планируется уже в этом году. Айя Мамрина, Улжас, Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Аким Караганды объяснил, почему переименовали улицу Театральную. Этот, а также многие другие наболевшие вопросы задавали карагандинцы на встрече с градоначальником. 14 февраля состоялась традиционная отчетная встреча Акима города. О проделанной работе в 2016 году, а также планах на текущий год на отчетной встрече с населением рассказал Аким города Нурланов Бакиров. Глава города отметил положительную динамику роста, развития экономики и улучшения благосостояния населения. В 2017 году объем производимой продукции планируется довести до 314 миллиардов тенге. В рамках карты поддержки предпринимательства будет проведена модернизация машиностроительного производства филиала КЛМЗ ТО «Мейкер». Планируется начало строительства крупного инвестиционного проекта ТО «ЮВД Корпорейшн», что также обеспечит дополнительными заказами местных товаропроизводителей. Нурланов Бакиров подчеркнул, что в 2017 году также будет модернизирована фабрика конфеты Караганды. Намечен запуск еще двух заводов по производству металлоконструкций и открытие не менее 10 новых объектов в сфере торговли и оказания услуг. Это дворец бракосочетания с гостиницей и рестораном, супермаркет «Магнум», ресторан «Европа», автосалон, бизнес-центр «Рояль» и ряд других проектов. Однако жители интересовали не только перспективы, но и насущные проблемы. Улица Театральная, но эта Театральная улица – это ведь просто ворота города. В городе имеешь шесть крупных театров. И вот так переименовывать я улицу Театральную, ну я никогда не знаю. Городоначальник ответил, что улица Театральная была переименована согласно решению специальной комиссии по аномастике. Поводом для переименования стало обращение населения. Еще одно недовольство о мусоре и несанкционированных свалках озвучили пенсионеры. Подобные вопросы тоже не остались без ответа. Нурланов Бакиров пояснил, что акиматы не имеют полномочий наказывать штрафами бизнесменов. Кроме того, среди слушателей были и очередники, которые десятки лет живут в ожидании жилья из госфонда. Глава города обещал рассмотреть их вопросы отдельно. Некоторые из горожан высказали недовольство о ЧП в Шахане. По словам Аксакала, в трагедии можно было бы избежать. Под Новый год такое несчастье. Неужели не были осведомлены КСК Аким Шаханского города-спутника? Следствие закончится. Передадут дела в суд. И чья вина в какой мере там есть, будет полностью обозначена. Вам вопрос. Посадят, понимаете? Ответить на все вопросы жителей Нурлана Бакиров не успел. Вопросы и нарекания были оставлены и в письменной форме. Градоначальник обещал жителям ознакомиться с ними и дать ответ по каждому лично. Аем Амрина, Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Бывший сотрудник компании КАЗ Агрофинанс Ирланд Кисыхов, осужденный за коррупцию по делу Ахметова, выйдет на свободу по амнистии. Карагандинский областной суд заменил осужденному наказание в виде лишения свободы на штраф в размере более 170 тысяч тенге. Неотбытая часть наказания администрированного равна 299 дням. В колонии Кисыков отбыл две трети срока, то есть больше половины. Ярлан Кисыков осужден в декабре 2015 года. Его приговорили к трем годам колонии по обвинению в коррупции в рамках дела Ахметова. Сегодня судья Светлана Миночкина постановила освободить осужденного незамедлительно. Таким образом, Карагандинский областной суд удовлетворил ходатайство Кисыкова. Амнистированный полностью возместил причиненный материальный ущерб и погасил судебные издержки. Также у него положительные характеристики от администрации колонии. Постановление судебной коллеги по уголовным делам Карагандинского областного суда с 15 февраля 2017 года. Постановление Казбийского суда в отношении Кисыкова изменено. Податайство осужденного удовлетворено. Заменить неотбытную часть наказания в виде лишения свободы сроком 299 дней на штраф в размере 170 тысяч, 175 тенге. Разъяснить осужденного и сроком, что неисполнение наказания в виде штрафа влечет уголовную ответственность. И из-под стражи освободить немедленно. Напомним, ранее сообщалось, что осужденному экс-премьер-министру Серику Ахметову сократили срок на 1 год и 7 месяцев. Также освобождены из-под стражи бывший Аким Караганды Мейрам Смогулов, экс-аким области Бауржан Абдишев, бывший заместитель Акима города Айдар Тельгарин, а также другие фигуранты уголовного дела Анатолий Эссе и Оразалы Аймимбетов. Аймамрина Исламбеку Спан Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем выпуск. Ежегодно 15 февраля во всей республике отмечают День вывода советских войск из Афганистана. Чтобы почтить память и встретиться со своими сослуживцами, ветераны собрались в Карагандинском парке Победы. В мероприятии принял участие Аким Караганды Нурлану Абакиров. Талгат Хасенов – председатель городского общественного объединения «Союз ветеранов и инвалидов войны в Афганистане» и сам же участник этой страшной войны. Из Карагандинской области призвали около двух тысяч человек. 86 из них погибли. В их честь 3 ноября в 1990 году был открыт мемориал в Парке Победы, второй в Советском Союзе после Беларуси. В воспоминаниях Талгата Булатовича, несмотря на суровые времена, народ Афганистана остался в памяти простым и дружелюбным. По Казахстану в целом призвало 22 тысячи человек. 960 человек, более 960 человек из них погибли. 21 человек пропали без вести. Но благодаря содействию республиканского общества афганцев и России в поисковой группе двое останков были найдены. Один перезахоронен, как говорится, буквально года 4 назад в Щучинске, и один был перезахоронен в Туркестане. Поисковые мероприятия в этом плане продолжаются на сегодняшний день. И, как говорится, мы постоянно работаем на внутренней взаимодействии. И что с Россией, СНГ, со всем постсоветским простатам, со всеми республиками. На сегодняшний день, пользуясь случаем, хочу поздравить всех наших ветеранов, чтобы такого никогда не повторилось. Около 200 ветеранов афганской войны собрались в Парке Победы, чтобы почтить память своих сослуживцев. Минута молчания, три боинских залпа и парадный марш. Все это в честь знаменательного дня. Вывода советских войск из Афганистана. Аким города Караганды Нурлана Убакиров поздравил ветеранов с праздником и возложил цветы. Долгат Балаторич, председатель городского советов. 28 лет назад наши соотечественники, исполнявшие свой интернациональный долг, вернулись на родину. Эта жестокая война отобрала у родителей сыновей, искалечила тысячи жизней, оставила неизгладимый след в душе молодых парней. Но, несмотря на все тяготы судьбы, воины-интернационалисты продолжают вносить значимый вклад в развитие страны. Дата проведения Дня памяти воинов-интернационалистов была выбрана не случайно. Именно в этот день, 15 февраля в 1989 году, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Принято считать, что командующий ограниченным контингентом генерал-лейтенант Борис Громов последним перешел пограничную реку Амудария. Но на самом деле последними Афганистан покинули подразделения пограничников, прикрывавшие вывод войск и вышедшие на территорию СССР только во второй половине дня, 15 февраля. Это событие ознаменовалось окончанием Афганской войны, которая продлилась почти 10 лет и унесла жизни более 900 казахстанцев. Указом главы государства в первом полугодии будет организована комплексная аттестация для чиновников корпуса Б, где будут выявлять качество знаний законов. В нашем регионе около 7 тысяч чиновников, 5 тысяч из них в этом году уже проходят аттестацию. С 21 февраля текущего года все чиновники должны пройти тестирование, где определят уровень знания законов. Данный проект эффективно используется в Европе и Японии. На сегодняшний день прошли тест руководителей администрации президента аппарата управления. Для проведения аттестации были приглашены зарубежные специалисты Эдуард Захарченко и Канчев Веселин, которые будут наблюдать за прозрачностью экзаменов. На сегодняшний день тест сдали руководители администрации президента и аппарата управления. Всего около 140 человек. Экзамен проходит успешно. Помимо тестов есть возможность и заслушать познавательные лекции зарубежных гостей, которые будут проходить после тестирования. Улучшить качество человеческого капитала – один из основных приоритетов страны. Решение насущных проблем страны и задачи отечественного здравоохранения обсудили работники областного онкологического диспансера. Главной темой обсуждения послания президента стало улучшение качества человеческого капитала как один из основных приоритетов. В послании президент отмечает, что с 1 июля начнет внедряться система обязательного социального медицинского страхования, основанная на солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. Эффективность этой системы доказана мировой практикой. Самое главное внимание мы должны обратить на здравоохранение, где необходимо обратить внимание на то, чтобы усилить стабильность работников медицинских учреждений, повысить заработную плату по заслугам, которые они заслуживают по своей тяжелой медицинской работе. Непосредственно также необходимо обратить внимание на совершенство модернизации медтехники, медобеспечения, чтобы это все было реализовано, а не осталось как бы на бумаге. Каргандинские медики также высказали поддержку конституционным реформам, инициированным президентом страны. Мы согласны, что необходима реорганизация изменения и дополнения в Конституции, которая непосредственно сейчас будет освещать те чисто юридические вопросы, которые непосредственно мы должны, где он передает свои полномочия правительству. Это говорит о том, что он уже доверяет правительству, которое будет вести наш народ к дальнейшим достижениям. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. К другим новостям. Около 50 картин карагандинского художника Исмаила Галимова были представлены вниманию горожан. Исмаил Галимов не может выделить какую-то картину особенно. Каждый холст для него любимый и напоминает о разных событиях жизни. Выставка продлится до 26 февраля. Она с детства, я занимался, в школе учился, рисовал. Потом сестра, когда училась в педучилище, она хорошо рисовала, и ее даже там оставляли, чтобы она продолжила учиться по художественной части. Но она педагог, бывшая, значит, старшая сестра. И потом, когда я увидел, как можно рисовать, оказывается, карандашом, и что создавать, и меня это увлекло, я стал карандашом работать. Исмаил Галимов с детства увлекался рисованием. В то время его увлекло рисование карандашом. Исмаил Ахмадеевич долгое время восхищался тем, что можно создавать простым карандашом. Но время шло, интересы менялись, на смену пришла акварель и гуашь. В 1985 году художник основательно занялся живописью и начал работать масляными красками. Каждый посетитель выставки в его коллекции найдет картину по душе. Исмаил Ахмадеевич пишет абсолютно на разную тематику. 54 участника войны в Афганистане продолжили войну с преступностью в органах внутренних дел Карагандинской области. Сотрудники департамента внутренних дел организовали вечер памяти погибших воинов-афганцев. Заместитель начальника департамента внутренних дел Карагандинской области Ардах Антахпаев поблагодарил участников войны за патриотизм и честно отданный долг родине. В этот день мы не только чтим погибших, но и выражаем глубочайшую и признательность всем, кто вернулся домой и несет в своем сердце огонь Афгана. Кто честный и мужественно исполнил свой воинский и гражданский долг, кто передает и ставит память о своих оставшихся в горах Афганистан товарищей. Ардак Антахпаев сражался в Афганистане два года. С 1984 по 1986. 1 апреля 1985 года получил минно-взрывное ранение головы. Десять дней восстанавливался в госпитале, после чего обратно вернулся в строй. За эту операцию Ардак Антахпаев получил медаль «За отвагу». 15 февраля 1989 года советские войска были выведены из Афганистана. Война длилась 9 лет, 1 месяц и 18 дней. С 1979 по 1989 годы советские солдаты воевали с афганскими и иностранными маджахедами, которые получали политическую и финансовую поддержку зарубежных стран и ряда исламских государств. В числе награждено 22 тысяч казахстанцев, среди которых 2000 наших земляков-карагадинцев. Более 900 из них погибло. 20 пропало без вести. Последняя минута жизни остановится той чертой, когда человек писает долю секунды, трус он или герой. Наши погиб товарищи выполнили свой долг до конца. Сегодня в органах внутренних дел остались работать только два воина-афганца – Ордак Интыкбаев и начальник отдела административной полиции УВД Караганды Куат Шуменов. В завершении памятного вечера от имени руководства Департамента внутренних дел и всего личного состава органов внутренних дел Ордак Интыкбаев вручил ветеранам афганской войны, бывшим сотрудникам полиции, ценные подарки и денежные призы. А сердце Замбаева, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амонсо Болгстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова